Дмитрий Подлесной В Сургуте продолжается ремонт 13 придомовых территорий Здоровье, наше главное богатство в Сургутнефтегазе прошел творческий фестиваль среди женсоветов компании Накануне вечером в 17.30 на улице Аэрофлотская напротив мегацентра «Империя» произошло ДТП с участием двух мотоциклов, автобуса и легковушки Один из водителей двухколесного транспорта, 34-летний мужчина, не справился с управлением и столкнулся с другим мотоциклом, ехавшим рядом По инерции один из них врезался в стоявший в пробке вахтовый автобус, другой в Ниву Один из байкеров был госпитализирован в травматологическую больницу с подозрением на перелом ключицы Все транспортные средства получили механические повреждения Как пишут пользователи в социальных сетях, мотоциклисты приехали в Сургут из соседнего Нефтьюганска С начала года в Сургуте произошло 10 ДТП с участием мотоциклов Один человек погиб и 11 пострадали Сургутянину Роману Калашникову вынесли окончательный приговор Молодой человек проведет в тюрьме 17 лет Его обвиняли в хранении марихуаны и импорте наркотиков в Индонезию Власти задержали Калашникова в декабре 2016 года В его багаже обнаружили около 30 упаковок зубной пасты, внутри которых был спрятан гашиш За это преступление в стране предусмотрена в том числе и смертная казнь Однако прокурор попросил 20 лет заключения В итоге, приняв во внимание некоторые факты, судья снизил приговор до 17 лет лишения свободы Дополнительно был назначен штраф в размере 200 тысяч долларов, либо еще 4 месяца в тюрьме Сам молодой человек опубликовал в соцсетях свое видеообращение по этому поводу Во-первых, хочу попросить прощения у своих родителей Самое важное Это будут люди, для которых эта новость тяжелее всего будет восприниматься и переноситься Мне кажется, пора сделать еще официальное заявление Я понятия не имел о том, что в моем чемодане находятся наркотики Честно Исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин в онлайн-режиме проинспектировал социально значимые стройки региона Первые два объекта расположены в Нефтьюганске Здесь с опережением графика завершают возведение сети тепловодоснабжения в 11 микрорайоне Вод в строй позволит обеспечить строительство пяти многоквартирных домов А также станет источником водоснабжения детского сада на 320 мест Рядом в соседнем микрорайоне 11Б уже завершилось строительство аналогичных сетей С их помощью появится возможность строительства двух многоквартирных и 11 индивидуальных жилых домов Еще один объект – внутриквартальный проезд к жилому сектору в Югорске Его готовность составляет порядка 82% Здесь завершено асфальтирование автостоянок Ведется устройство тротуаров, подготовка почвы к озеленению и обустройству Ожидается, что вместо 2017 года объект будет сдан в 2017 году со значительным опережением сроков Это станет хорошим вкладом, проводимый сейчас в Югре марафон благоустройства Деньги бюджетные, организации некоммерческие, услуги культурные Югорские НКО все активнее начинают нести культуру в массы Об этом журналистам рассказали в центре «Открытый регион» Только в этом году некоммерческие организации уже получили 8 миллионов рублей субсидий из бюджета В департаменте культуры рассчитывают, что эта сумма еще увеличится цель Чтобы еще больше НКО взяли на себя оказание услуг в обозначенной сфере Ведь государственные или муниципальные учреждения зачастую ограничены рамками различных законов и инструкций Зато они могут стать для НКО ресурсными площадками, например, предоставлять помещения Причем государство готово не только дать денег, но и научить, как ими правильно распорядиться В округе уже провели несколько обучающих круглых столов на эту тему Конечно, такую работу нужно продолжать непременно И мы планируем при центрах общественного доступа, у нас их более 200 по округу Они находятся в основном в учреждениях культуры Создать вот те методические центры со специалистом, который будет давать ежедневные консультации Глава Сургутского района Андрей Трубецкой провел совещание с руководителями поселений На тему подготовки к осенне-зимнему периоду До конца ремонтно-профилактической кампании осталось полтора месяца Поэтому дополнительная сверка часов пришлась к стати Успевают ли коммунальщики района добавить прочности и долговечности сетям и объектам до первого снега Выяснила Антонина Новикова На подготовку к осенне-зимнему периоду в Сургутском районе заложили порядка 210 миллионов рублей Только за счет вливания из казны Сургутского района по сравнению с прошлым годом Объем финансирования увеличили на 56 миллионов Капитальные вложения под стать работам Все спектры деятельности важны, так как задача прожить период холодов без серьезных сбоев и коммунальных катастроф Учитывая, что в районных поселениях высока доля ветхого жилья, которое само по себе крепостью и надежностью не отличается Именно от подготовки сетей зависит бытовое благополучие населения Сроки завершения работ с учетом завершающих мероприятий по благоустройству Это 15 сентября сущего года Общий объем объектов, подготовленных к работе в осенне-зимний период, выглядит следующим образом Котельные на сегодняшнюю дату 58% готовность Тепловые сети 58% готовность Водопроводы 63% готовность Сети водоотведения 48% Практически по всем параметрам коммунальщики ушли за экватор Где-то работы завершены на 80% Все говорит о том, что в середине сентября поселения Сургутского района будут в полной боеготовности в преддверии холодов Однако нет предела совершенству И в таком плане графики нельзя говорить об увеличении количества работ, если вдруг это понадобится Глава муниципалитета Андрей Трубецкой отмечает, что необходима оперативность Чтобы подрядчики на объекты выходили, как только снег сошел, а не в конце июня Из года в год говорим на более раннее размещение конкурса Вот давайте все-таки вы себе как-то там на заметку возьмете И на следующий год эти деньги, вот эти деньги стояли уже в бюджете в конце декабря месяца Ничто не мешало, по крайней мере капремонт проигрывать в феврале, в март и в апреле Я понимаю, что проблемы со смертными Но из года в год мы найдете же право наступать На совещании чиновники также порекомендовали главам поселений Сургутского района Активизировать и разъяснительную работу с владельцами частных домов Они также обязаны провести профилактику своей части сетей Но в некоторых населенных пунктах этот показатель мизерный, всего 1% Стоит ли говорить о том, что это ставит под сомнение безопасность Как этого собственника, так и его соседей Вопрос риторический Антонина Новикова, Дмитрий Подлесной, Анатолий Метельченко, Сургут Интерновости Эксперты Общероссийского народного фронта и заместитель главы администрации Сургута осмотрели детские площадки в районе бывшего кинотеатра Аврора Место инспекции было выбрано общественниками Не случайно, ранее здесь убрали практически все качели и горки Вместо пяти объектов установили один большой игровой комплекс Внутри дворовое пространство окружено трехлистниками И представители ОНФ переживают, что одна площадка будет неспособна решить проблему детского досуга Есть качели во дворе на магистральной 36, но прямо над объектом протянут кабель Он также вызывает опасения у общественников А так называемый детский игровой комплекс жители многоэтажек называют не иначе, как плевок в душу Мы приехали сюда в 79-м году И вот этот трехлистник заселяли комсомольцами, которые проработали на заводе КПД по 12-13 лет и многие другие Вот здесь, где дерево у нас растет, мы всегда песочек завозили У нас тоже здесь песочек был, дети играли Потому что, по большому счету, у нас нет площадки для детей Здесь же, в принципе, достаточно убрать бетонную площадку, засыпать песком И поставить 3-4 небольших, и уже будет дом преобразиться Реализацию программы «Комфортная городская среда» на деле инспектировали исполняющие обязанности главы Сургута Алексей Жердев и чиновники администрации О том, какие проблемы были озвучены во время инспекции и бюджете на эти цели в текущем году, расскажет Дмитрий Круковец Первым объектом проверки сотрудников городской администрации стала большая территория сразу у трех домов На Пролетарском проспекте 8, 8-1 и 8-2 Дизайн-проект «Двора мечты» прошел согласование с жителями и сейчас работа здесь кипит То, что получится, планируют выставить на конкурс и получить дополнительное финансирование из федерального бюджета Было учтено в полной мере желание и предложение жильцов Управляющая компания сделала дизайн-проект и на основании этих документов как раз сейчас реализуются работы При этом места хватит всем, как уверяют в администрации Пропускная способность комплекса посчитана и удовлетворяет требованиям Здесь будут турники, лестницы, тренажеры – это для ребят постарше А для маленьких деток предусмотрены песочницы, качели, горки и целый развлекательный городок Кроме того, двор обретет и новые пешеходные дорожки, благоустроенную парковку И получит еще несколько бонусов от управляющей компании ВЖР в рамках выполнения дополнительных работ производит В соседнем доме уже начался демонтаж входных групп Дополнительные козырьки выставляются, то есть делается общий И при возможности еще нужно будет рассчитать, еще считать, цокон будет устраиваться Вопрос по всем дворам возникает один, как говорит директор управляющей компании ДС Восточного жилого района Обустроить безбарьерную среду в соответствии с действующим законодательством невозможно без того, чтобы не навредить остальным жильцам Все нарекания у жителей именно по этим съездам То есть сегодня где-то на федеральном уровне законодательство не доработало То есть делаем для одного Я понимаю, что ему надо сделать, чтобы он мог выехать с подъезда Поехать, поехать, выехать Но можно сегодня сделать для этого человека, где он живет в подъезде Именно к этому подъезду А когда мы все в микрорайоне сделаем, что он на этой коляске должен проехать по всему микрорайону То это очень травмоопасно И примеров искать долго не пришлось На «Энергетиков-53» по свежевымощенному тротуару едва прошла одна из жительниц А позже с опаской проследовала и мама с ребенком в коляске С опаской, потому что уклон, сделанный в рамках доступной среды, представляет реальную опасность Можно с легкостью оступиться И это летом А что будет зимой? Ну как это что? Смотри, вон там он какой-то И как идти? Я вот сейчас иду, хорошо за ее уцепилась Да не то спуститься Уклон, видите какой Я и тут за ее держусь А одна будет уйти Профильному департаменту далеко не собраться Но мы не можем требования нормативно нарушать Но я сегодня уже услышал, что этот вопрос очень много жителей волнует, беспокоит Поэтому мы сейчас постараемся решение найти На энергетиков решение о благоустройстве приняли большинством голосов Теперь в течение года все жители будут дополнительно платить 21 рубль с квадратного метра за выполненные работы Жильцы были не против Но когда узнали, что за это надо платить То появились сомнения, надо ли это Но когда узнали, что это не 20%, а 15% И что это будет рассрочка на полтора года То 32% примерно не согласились А остальные согласились Всего в этом году отремонтируют 13 дворов Общая сумма 115 миллионов рублей Это общий консолидированный бюджет Из них 15 миллионов деньги жителей Еще столько же добавили из федеральной казны 32 миллиона выделили в правительстве Югры И 49 миллионов это средства городского бюджета Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости Летний творческий фестиваль среди женсоветов компании Сургутнефтегаз Прошел под девизом «Здоровье – наше главное богатство» Чем удивили членов жюри Активистки предприятия узнала Ольга Нахаева Пчелки женсовета Порхаем и летаем Родному коллективу советом помогаем Девушки из команды «Пчелиный рай» Выбрали такое сладкое название не случайно Тематика фестиваля «Лето женсовета» Посвящена Году здоровья в Югре Как известно, мед с древних времен Считается одним из лучших помощников при недомогании У нас как-то все так дружно получилось Мы быстро все придумали, с костюмом подготовили Все в хорошей атмосфере Все очень дружно и здорово было Пока одни команды показывают пятиминутную презентацию своего женсовета Другие репетируют и готовят реквизит 19 структурных подразделений подали заявки на участие в фестивале Каждый выход жюри оценивает по нескольким критериям Необходимо проявить оригинальность, раскрыть тему фестиваля При этом быть артистичными и красиво оформить свое выступление По мнению жюри, с заданием в разной степени справилась каждая команда Этот фестиваль напоминает нам своего рода капустник Где в творческой, интересной форме Участники, а это женсоветы, могут рассказать о своей деятельности Но именно в рамках той темы, которая обозначена У них по производственной деятельности разные интересы Разная необходимая деятельность производственная А здесь, получается, они могут себя и других увидеть немножко в другом амплуа Соревновались участницы не только за денежные призы, дипломы и грамоты Руководство преподнесло неожиданный сюрприз Приз, он случайно у меня оказался в машине Я его не готовил к этому сегодняшнему Но увидел пчелок Он посмотрел, что последний, вспомнил, что последний конкурс Это домашние заготовки У меня банка меда свежего Я его оставляю как приз всем Фестиваль «Лето женсовета» состоит из двух этапов Нужно представить свою команду в творческой форме и показать домашнее задание Заготовленные частушки, также в рамках тематики здорового образа жизни Исполнили не просто по очереди, а в необычном формате стенка на стенку Женсовету хвала честь, что он в нефтегазе есть Ролю важную играет, здоровье женщин охраняет Настоящий девичник с творческими конкурсами, песнями, частушками и танцами Провели уже второй раз Фестиваль настолько понравился всем участницам, что теперь будет традиционно Первое место завоевала команда «Седьмой лепесток» НГДУ «Ленторнефть» Второе взяла команда «ЗОЖ» Сургутской центральной базы Производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования Третье досталось команде «Леди» из рекламно-издательского информационного центра «Нефтприобья» Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Сургут интерновости А на этом все, спасибо за внимание, до встречи в эфире Впервые в Сургуте Семинар финалистки 13-й битвы экстрасенсов «Формула счастья» Фатимы Хадуевой 24 августа в 19.00 Я Фатима Хадуевов, я жду вас на своем семинаре встреч Продажи билетов 710-207 Включи «Лаврадио» твоей мечты Слишком ярко Слишком скучно Слишком пасмурно Это поправимо Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные Компания «Жалюзи» Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном Метросеть – это только максимальная скорость Интернет на 1 гигабит в секунду 150 телеканалов в комплекте Всего за 750 рублей в месяц Подключайтесь www.metrodefisset.ru Окунитесь в приятную атмосферу новой летней террасы «Шеф Денков» И попробуйте потрясающее сочное мясо, приготовленное на углях По будням с 12 до 15 скидка 20% на все меню Телефон 94 40 49 Только в эфире Лаврадио Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием Каждый будний день с 7 до 11 утра Включай Лаврадио Здравствуйте! Информация о погоде на 2 августа в студии Алена Раковская Погода в югре резко испортится Летний зной сменится ливневыми дождями и грозами Виной тому станет холодный атмосферный фронт Надвигающийся с севера Откуда начнется вторжение полярного воздуха, сопровождаемого штормовым ветром Сегодня в Сургуте и его окрестностях При обладании облачной погоды Ливни, грозы Ветер южной четверти вечером с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду порывистый Температура воздуха плюс 21-26 Закупайтесь с выгодой и впрок В новом магазине «Домашний погребок» Современные дистилляторы, бочки, специальная стеклотара Расписные и простые самовары Изделия Кольчугинского завода Цены доступны Новый «Домашний погребок» В торговом центре «Богатырь» по улице 30 лет Победы 66 В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на 3 товара в чеке В течение дня солнечная активность, умеренное геомагнитное поле неустойчивое Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба Как? Как? Ну как? А вот так! Облегченные цены на японские подгузники и трусики «Мэрис» Скидка 25% только в «Карапузе» Карапуз Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз» Достойное качество по выгодным ценам Я желаю вам отличного настроения и до встречи!